Истории из серии «Я здесь не работаю» от пользователей форума Reddit. Лечи собаку, ты же уборщица! Меня уволили из собственного дома. Как я поймала опасного преступника? Накажите бога за грубость! Лечи собаку, ты же уборщица! Начну с вводной части. Я работаю уборщицей в ветеринарной клинике. Я молода, учусь в университете на инженера, а график позволяет работать мне после учебы. Поэтому я и выбрала это место. Должна обратить внимание, может кто не знает, никакого отношения к лечению животных я не имею. И у меня даже нет права отдавать какие-либо консультации, и ветеринарам я никогда не мечтала стать. Работаю я там исключительно из-за графика и моего босса. Он, конечно, душка. У нашей поликлиники есть постоянная клиентка. Она всегда хамит, грубит к людям, типа меня относится не как к людям, а как к ее собственным рабам. Я никогда не слышала от нее ни спасибо, ни доброго слова. Общается с нами она только в приказном тоне. А теперь сама история. Однажды в свой выходной я возвращалась после просмотра аниме «Твое имя» в кинотеатре. Возле моего дома есть прекрасный магазинчик сладостей. Я часто туда захожу, когда хочу чем-то полакомиться. В этот раз мне жутко захотелось мороженого. Но, видимо, не судьба. Как только я зашла, то увидела, что в магазине столпились люди. И нет бы уйти. Но мне стало жутко интересно, что там происходит. Поэтому я пробралась к середине и увидела на полу мопса, который лежал на боку и хрипел, пытаясь набрать воздух. Одна женщина сидела рядом с ним и с кем-то говорила по телефону. Видимо, с ветеринаром. И тут мое внимание падает на другую даму, которая истошно орала. Помогите! Это скорее раздражало, чем помогала ситуация. Как вы уже догадались, этой дамой была та самая клиентка. И вот в этот момент ее взгляд падает на меня. Мое чутье уже разрывалось и просто кричало мне бежать. Бежать без оглядки. Но цепкие лапы этого рыжего нечто, а именно нашей клиентке, были быстрее. Она схватила меня и прямо-таки толкнула вперед к бедному животному. Ну что ты стоишь? Ты же работаешь в ветеринарной клинике. Спасай собачку, это же твой долг. В глазах хозяйки мопса я увидела надежду, так как из разговора я поняла, что их ветеринар находится в отпуске. И я была ее единственной возможностью спасти питомца. А толпа позади меня гудела. Они тоже вторили этой рыжей ведьме, заставляя меня спасти животное. Простите, я не ветеринар, а уборщица ветеринарной клиники. К сожалению, я не могу вам помочь. В глазах женщины что-то потухло. Она выглядела как маленький напуганный ребенок, который вот-вот разрыдается. И тут я чувствую, как меня кто-то сзади толкает и кричит прямо в ухо. Как тебе не стыдно? Ну что ты врешь? Я же видела, что ты работаешь в клинике. Ты должна спасти бедное животное. А ну быстро сделала там что надо. Тебе не жалко мопса? Я вот сообщу куда надо, и тебя посадят за то, что не оказала помощь. Женщина, лучше бы ветеринару позвонили. Я вам объяснила уже, что я там работаю уборщицей. Ну и что, что ты работаешь уборщицей? Ты же там постоянно вертишься. Наверняка мечтаешь стать ветеринаром. Что-то да должно было отложиться. Я уже чувствую осуждающий взгляд толпы, которая готова была меня разорвать за то, что не помогаю псу. Но хозяйка питомца относилась на удивление с пониманием. Я поняла, что она просто растерялась в этой экстренной ситуации, и поэтому сидела и гладила пса по голове и плакала. Я решила игнорировать крики сумасшедшей клиентки и просто позвонила своему боссу. Он примчался сразу же со своим тревожным чемоданчиком. Он определил, что у мобса просто аллергия, а позже выяснилось, эта дамочка была у нас на приеме, что на арахис. Видимо, у кого-то упал на пол, а собака на радостях и съела. Животному вкололи лекарства, и он просто на глазах ожил. Толпа хлопала моему боссу, хозяйка собаки благодарила и меня, и ветеринара. Но сумасшедшая клиентка все не унималась и кричала, что спасти его должна была я. Но ты же работаешь там, пусть уборщицей, но работаешь. Сложно было спасти, ты же не просто так там вьешься, что-то должно было сохраниться в твоей пустой головушке. Что-то ты должна была запомнить. Фу на тебя, ни стыда, ни совести. Знаете, за время, которое я провела в ветеринарной клинике, я поняла одно. Некоторые люди иногда ведут себя хуже животных. И фу на вас, а не на меня. С этими словами я пошла на кассу и, наконец, купила себе вкусняшек. Адама в итоге покричала, покричала, а потом переключилась на моего босса, требуя, чтобы меня уволили бессердечную из клиники. Но он сказал, что согласен со мной и удалился. К счастью, после этой ситуации эта рыжая бестия больше не появлялась в нашей клинике, чему мы безмерно рады. Меня уволили из собственного дома. Однажды мне позвонила девушка, предполагая, что это был отель в Аризоне. Когда я поднял трубку, то услышал недовольный голос. «Здравствуйте, мое бронирование отменено. Я хочу поговорить с вашим менеджером и узнать причину. Я забронировала этот номер более месяца назад. И вы обещали принять меня и моих подружек. Как вы могли так поступить со мной?» Звонившая с трудом сдерживалась и все-таки постепенно повышала голос, переходя на крик. Девушка почти 10 минут высказывала свои обиды, обвинения и угрозы в адрес менеджера, непрерывным потоком заливая это мне в уши. Я выслушал все претензии, затем сказал, воспользовавшись небольшой паузой в гневном монологе. «Извините, мисс, я не работаю в отеле, у вас неправильный номер». На том конце провода явно не ожидали такой ответ. Последовал вопрос. «И как, по-твоему, я позвонила на этот номер месяц назад? Это был отель, я в этом уверена, не в Рим, не засранец. Почему у тебя оказался их номер?» Я объяснил девушке, что мой дом никогда не был отелем. Это просто недоразумение. И, скорее всего, ошибка в телефонном номере. Этим объяснением я только окончательно рассердил собеседницу, поэтому она обратилась ко мне повышенным гневным тоном и сказала, «Как я могла набрать этот чертов номер неправильно? Почему ты скрываешь от меня своего менеджера? Ты пытаешься обмануть меня?» Я начал медленно говорить, четко произнося каждое слово. Я могу объяснить, как это получилось. Мой номер телефона и номер телефона отеля такой же, но, скорее всего, отличается только цифрами кода города. «Ты офигел так общаться с клиентами?» «Если тебе лень работать, то увольняйся, зачем так издеваться над людьми?» «А знаешь, если ты не можешь обслужить по-человечески нормальных людей, то я позабочусь, чтобы тебя уволили. Ленивая ты обезьянка!» «Уволят из собственного дома? Тогда удачи вам!» Наступила мертвая тишина, затем звонок прервался. Я только усмехнулся, удовлетворенный такой реакцией на мои слова. Как я поймала опасного преступника? Это случилось, когда я выходила из супермаркета. Остановилась там, чтобы купить продукты и разную мелочевку для дома. Тележка была уже наполнена, когда я положила туда губку для посуды и полгаллона молока. Тогда и закончила полный обход магазина. Наконец, я направилась со своей тележкой полной вещами к моему грузовику. Вот где и начался настоящий беспредел. Стоянка для этого супермаркета была достаточно большая, хотя нет, скорее длинная. Я езжу на Ford F-150. И поскольку он высокий, мне удобнее парковаться в задней части парковки. В этом случае я могу избежать риска не видеть, как кто-то следует за грузовиком или паркуется в моем пяточке. Примерно на полпути через парковку мужчина, возможно лет 50 на вид, начинает звать кого-то. Но я прохожу мимо, не обращаю на эти крики никакого внимания, так как разговариваю по телефону с родственником. Звонок был коротким, и я закончила разговор с ним за несколько секунд до того, как добраться до своего грузовика. Затем меня внезапно схватил и потянул за плечо тот же человек, который шумел посреди парковки. Я оглянулась. «Что за черт? Не трогай меня, чувак!» Раздраженный мужик закричал в ответ. «Ты меня не слышала, поэтому не жалуйся! Я звал тебя, а ты не отзываешься! Метнись, забери мою корзинку и отнеси обратно в магазин!» Возмущенно передернула плечами. «Что? Нет, ничего не знаю, иди сам! Просто делай свою работу, ленивая обезьянка! Вы, молодежь, не знаете, как надо работать!» В этот момент он хватает меня за руку и пытается сдвинуть с места. «Я довольно сильная дама, много вешу, и работа связана с подъемом тяжестей. Поэтому вы не сдвинете меня с места, если я не захочу двигаться сама!» Строго посмотрела на этого Ололо и сказала. «Предупреждаю, не трогай меня! Я не работаю здесь, не ношу униформу! На одежде нет рабочего знака! Я пытаюсь положить продукты, которые здесь купила, в мой гребаный автомобиль! Оставь меня в покое!» Я вырвала у напавшего на меня свою руку и была такой взбешеной, что отвернулась и сильно толкнула свою тележку в грузовик. Хотелось наконец-то покончить с возникшим недоразумением и покинуть это место. Но я услышала в ответ злобный крик. «Как ты смеешь, черт возьми, касаться меня? Ты кто такая малолетка несчастная? И ты только что повредила этот грузовик! Я заставлю администрацию уволить тебя за то, что ты ленивый и отвратительный сотрудник! А также арестовать за хулиганство!» Теперь к нам трусцой бежит молодой человек, который увозит со стоянки тележки для покупок, чтобы посмотреть, что случилось. Он наблюдает, как я пытаюсь уложить свои продукты с тележки в грузовик, а этот негодяй берет мои пакеты и бросает их на землю. В этот момент я повернулась к парню и попросила его позвонить менеджеру, полицейским и снять видео с камеры. Мне это пригодится. Сотрудник выпучил на нас свои глаза, похожие на фары, но отправился за помощью. Грубый мужик пытается не дать мне сесть в мой грузовик, потому что уверен в своей правоте. Все это время он кричал во все легкие о том, что меня уволят и арестуют. Парень вернулся к нам и сообщил, что менеджер сейчас недоступен. Отлично, я попросила сотрудника остаться здесь, рядом со мной, так как этот ненормальный чувак не отставал от меня. После чего достала перцовый баллончик и распылила в сторону этого грубияна, который перешел все границы, откровенно толкая меня. Не волнуйтесь, он не пострадал, так как я не хотела того. Я лишь хотела привлечь внимание сотрудников. И, о чудо, менеджер тут же появился. Он извинился и попросил мой чек, чтобы в магазине могли заменить мои продукты. Затем, когда приехал патруль, он показал полицейским видеозапись о произошедшем на стоянке конфликте. А оказывается, у этого мужчины уже была история нападений на женщин, как выяснилось, весьма шокирующая. Сотрудник полиции предположил, что грубиян, возможно, пытался позвать меня к своей машине и там уже затащить в авто. Я выдвинула свои обвинения, и его посадили. И надолго, как оказалось, на его счету достаточно преступлений. Самое удивительное это то, что его мама пришла в полицейский участок и пыталась его освободить под залог. Она каждый день до суда выносила мозг копом, говоря всем, что его оклеветали, и он святой человек. Накажите Бога за грубость. Я занимался на спортивной площадке в обычной тренировочной форме, рубашка песочного цвета с полисом на спине и темно-синие брюки карго. После тренировки собирался поприветствовать вновь прибывшего в мое подразделение рекрута и вручить ему список заданий. Парня зовут Джексон, и он был выбран среди других ребят, чтобы пополнять наш отряд, потому что у него выявили большой потенциал. Проходя по коридору, чтобы найти его, я вместо новобранца наткнулся на постороннюю женщину. Никак не мог подумать, что можно ошибиться на мой счет, ведь я носил форму, которую новичкам не разрешено носить, поскольку они еще не считаются действующими полицейскими и остается шанс быть отвергнутым. В первый день службы всем родителям сообщают, что ребятам разрешено носить и что запрещается. При встрече с незнакомой женщиной состоялся следующий разговор. Она первая зацепила меня. Эй ты, подойди быстро. Я, оглядываясь вокруг, чтобы убедиться, что дама не обращается к кому-то, еще недоуменно спросил. Вы говорите со мной? Нет, я разговариваю с призраком позади тебя. Не веди себя как недоразвитый. Конечно, я говорю именно с тобой. Чем могу вам помочь? Да, можешь. Отыщи Джексона и скажи, что я его ищу. Ох, я тоже его ищу. Могу ли я спросить, кто вы и как вы сюда попали? Не говори со мной таким тоном. Ты кто вообще такой? Ты знаешь, что я могу поговорить с нужными людьми и тебя накажут. Я хорошо знаю вашего командира. Я строго посмотрел на женщину. Женщина, вам не следует находиться здесь. Немедленно возвращайтесь в зону ожидания и будьте там, прежде чем кто-то появится и будет сопровождать вас к сыну. Не смей мне указывать. Я собираюсь все рассказать вашему... Ее слова прервал голос парня. Мама, остановись. А ну молчи, почему запрещаешь мне говорить? Я пытаюсь научить этого новобранца манером. А то только пришел, а уже качает права. Мама, это не новобранец. Мне все равно, кто он. Хоть сам господь бог. Он был груб со мной, а значит должен быть наказан. Мама, он не мой друг. Он мой новый командир. На лице матери довольно быстро появляется ярко-красный оттенок после того, как она поняла, что сейчас натворила. Мигом изменился голос. Он стал заискивающим. О, твой новый командир? Такой красивый молодой человек. Я просто пошутила о том, что пожалуюсь командиру, что он... Вы все еще нарушаете наши правила. Здесь нельзя находиться без сопровождающего. Конечно, конечно, я сейчас уйду. Парень стоял передо мной и выглядел сильно смущенным. Мне очень жаль, сэр, что моя мать так себя вела и говорила глупости. Я готов принять любое наказание. Он вместе с матерью вышел из подразделения. Они провели совместные выходные. Так у нас появилась новая история, над которой можно посмеяться. Несмотря на то, что мамаша у него грубовато, парень вырос добрым и очень талантливым. Поэтому я вовсе не зол ни на него, ни на его родительницу.